Брестский областной кардиологический диспансер – это то место, где о сердце знают все и даже больше. Учреждения третьей категории оказания медицинской помощи, как правило, обращаются те, у кого действительно есть проблемы, кому нужно помогать в реабилитации комплексно и скрупулезно. У нас очень много пациентов, около двух тысяч, после имплантации картостимуляторов. И такая когорта пациентов у нас все время растет. Ну и пациенты, которые еще имеют очень большую группу пациентов, которые у нас наблюдаются. Это в результате каких-то заболеваний наших сердечных или другой патологии. Они получили низкую фракцию выброса, то есть у них выраженная сердечная недостаточность. Коронавирусная инфекция показала медикам, насколько коварной она может быть в отношении сердца. Немало жалоб на самочувствие появилось у людей после перенесенного заболевания. Однако это только один из факторов, провоцирующих развитие проблем с сердцем. По-прежнему курение остается одним из серьезных драйверов, ведущих печальную статистику дальше и дальше. Прежде чем закурить сигарету, подумайте, что у вас есть дети, внуки, которые вы хотите вырастить, которые вы без здоровья. Подумайте, может, слой, лучше ее бросить. Потому что на самом деле это фактор такой серьезный. Мы когда начинали работать, начинали проводить такое исследование коронарография. То есть когда мы вводим контраст, смотрим проходимость сосудов сердца. Задумывались над этим, насколько курение влияет. Мужчин большинство, поэтому это было сложнее следить. Мы смотрели у женщин, которые особенно до 45 лет, когда, как правило, сердечные патологии редко встречаются в этом возрасте, когда еще сосуды чистые. И вот у кого были поражены сосуды, вот 70% из них курили. Конечно, особое внимание в рамках приемов всегда отдается качественной диагностике. Правильно выбранная стратегия позволяет раньше выявить патологию и назначить соответствующее лечение. Работу специалистов областного кардиологического диспансера отличает комплексность. Здесь применяется самое передовое оборудование, а результаты исследования можно узнать в течение считанных минут. Это трэдмил-тест, по-другому дорожка, предназначена для людей призывного возраста, для оценки толерантности к физической нагрузке, а также выявления нарушений ритма при нагрузке. У людей постарше старческого взрослого возраста это исследование направлено на выявление коронарного резерва. Как помочь себе и своему сердцу? Ответ кроется в давно знакомых истинах. Меньше вредной пищи, больше активности, чаще бывать на профосмотрах, делать УЗИ и кардиограмму, а еще не забывать о себе и своих ощущениях. Они-то и будут первым звоночком, чтобы обратиться за помощью. Своевременность в этом вопросе – залог успешной, долгой, счастливой жизни. Продолжение следует...